Ахахахаха, продался коваль, по-любому он тебе заплатил, чтоб ты на восьмой сервер Йо всем привет, с вами Стэн Лютер и сегодня у нас будет тест-драйв новой машины, которая недавно появилась О которой еще не все знают, а кто о ней знает Заявляют, что она самая лучшая на низком классе и что у нее нет конкурентов в своем сегменте И сегодня мы узнаем, посмотрим на нее, проведем тест-драйв и выявим, правда вообще это или нет Если вы уже знаете, о чем идет речь, то прямо сейчас напишите в этом комментарии Ну что, догадались вообще, о чем идет речь? И если вы угадали, то вы молодцы, потому что это Волга Правильно называется ГАЗ-3100, ну не важно, какое там у нее название Просто называйте Волгой и не парьтесь Так она выглядит, она находится, если что, посередине И посмотрим сразу же, сколько она стоит, если вы еще не знаете Прописываем кар и смотрим Правильно называется все же ГАЗ-3102 Документы на транспорт, госстоимость у этой машины 220 тысяч Слева и справа стоят ее прямые конкуренты Это Ford Sierra, который стоит 210 тысяч, на 10 тысяч дешевле Но на бау-рынке это никакой роли не играет, они стоят одинаково И BMW, хотя BMW находится на среднем классе, стоит в два раза больше Но она все равно тут стоит, а почему вы узнаете немного попозже Будет очень интересное наблюдение И давайте, что касаемо самой тачки Многие люди говорят, что она самая быстрая и самая лучшая на низком классе Что лично я могу вам, пацаны, сказать по поводу вообще этой Волги В первую очередь, она реально красивая Сразу вам хочу сказать, что это был советский люкс Потому что на такой тачке ехали только очень важные люди Простой человек не мог себе позволить такую машину И она очень большая Вот сравните ее с Ford Sierra, которая является самым немаленькой тачкой Посмотрите, какая она большая Вы замечаете, когда я ее первый раз увидел, когда она приехала на бау-рынок Она реально была намного больше Если вообще сравнивать ее по внешнему виду с Ford Sierra Сразу хочу сказать, что Ford Sierra это больше такая, знаете, маленькая гоночная тачка И я сейчас знаю, что она зимой очень классно дрифтит Поэтому, если вы любите такие маленькие быстрые тачки То Ford Sierra, я думаю, для вас подойдет А если вы больше любите какой-то люкс, более какую-то роскошь Но у вас мало денег Я думаю, что Volga для вас подойдет идеально Потому что, ну, она реально выглядит очень классно Раньше такие люди покупали себе Мерс за 100-120 тысяч За 150 тысяч на бау-рынке Но он вообще ни о чем Он ехал где-то 120 километров в час Это очень мало А эта тачка идет немного побольше Давайте посмотрим салон И я вас уверяю, что сейчас начнется самое интересное Так, садимся И что сразу же мы видим? Сразу же мы видим, это у нас руль И вообще торпеда, которая у нас сделана из дерева И из пластика, или из чего это не важно Но текстура серая очень красивая В первую очередь Она не выглядит дешево, она мне очень нравится Хоть я избалован Rolls-Royce и другими дорогими машинами Высокого класса, когда первый раз я сел в эту тачку Я был очень удивлен, потому что мне он ну очень понравился Очень классного качества салон И первое, что меня удивило, это торпеда, как я уже и сказал А второе, вы посмотрите на эти сидения Они красные и они очень красивые Просто кайф Эта тачка в черном кузове, в черном цвете С красным салоном она очень круто выглядит И еще это дерево Я от этой тачки реально кайфую Это самый лучший салон на низком классе, я считаю Вот смотрите Садимся на Ford Sierra, который стоит столько же И у которого один из самых нормальных вообще салонов Давайте сядем в него и посмотрим Ну прям дешевизна Вы сравните с тем салоном Это прям пахнет 90-ми И когда сидел раньше в такой машине У меня не было какого-то большого удовольствия Я такой сидел, думаю, поскорее бы уже накопить на Бэху Чтобы сесть, там был покруче салон Но даже если мы сядем в Бэху Давайте сядем в нее Она стоит 500 тысяч Новая И посмотрим вообще, как здесь все обстоит Да, конечно же, салон немного лучше, чем на Ford Sierra Но все равно 90-й Вот этот пластик Оно прям выпирает мне, если честно Не прятает от этого Я все равно хотел себе что-нибудь другое И после этих двух тачек Если мы сядем сейчас в Волгу О, вы посмотрите Совсем по-другому Ну просто садишься И просто кайфуешь от этого салона По-другому я не могу сказать Потому что для низкого класса Это вообще очень классно Ну что, думаю, пора заценить вообще На что эта машина способна на дороге Давайте поедем Так Ну стартует она у нас нормально, я вам скажу И, кстати, я заметил такую штуку Смотрите, передние фары Помимо основных еще снизу две штуки есть Не знаю зачем Но это прикольно выглядит на самом-то деле Так, нас обогнал Мерс Ё-моё, вы посмотрите Вот что будет, когда вы врезаетесь в Ford Sierra Лучше с ним не связывайтесь А вот мы спокойненько едем себе Нормально Так, так, так Не понял Что такое Опа, на Что такое? Я решил записать, как я еду И тут такое Что не так? Чуваки, это не постанова Я отвечаю Здравия Ё-моё, мне ремень пристегнут? А, ну всё, отлично Пристегнут Так, давайте ему покажем паспорт Я не хочу пара поделать, мне плевать И ПТС А у меня нет номера А на такой тачке я не смогу угнаться Давай покажем Так Всё Штраф 15 тысяч минимум Нарушайте А что именно я нарушаю? А, блин, точно Вот насчёт номера Насчёт ремня я с вами согласен А насчёт номера Я ж только что я купил в автосалоне Вы видели по ПТС Сколько там километров? Смотри, что он ему делает Бьёт Ещё и в наручнике Ну красава, давай Мужик В участок его Ха-ха Что тут происходит? Бедный бомж Посмотрите на ПТС Я тут 2 километра проехал Я только купил Я ещё Так, насчёт номера Окей Насчёт Ремня Окей За ремень надо заплатить Окей Я согласен за ремень Но всё Остаёмся со штрафом Удачи И вам удачи К сожалению Мне не получилось Удрать от него Потому что я знаю На что способен Этот мотоцикл Потому что Когда он ездит В нём Он может одновременно Ехать и стрелять И свою тачку На такой тачке И правда От пинтов уже не уедешь Давайте замерим Максималку Заодно уже Я вот вырубил звук Итак 90 километров в час Смотрите Езда по встречке Проскочил чувак 100 111 112 Блин Чуваки Придётся за мной Я же в АФК ушёл Ладно Спишем одну секунду Что я был в АФК Потому что там Секунда особо Общей роли не играет Итак 147 150 Ещё немножко И мы вообще Развеем Максималку 160 километров в час 167 170 Максималку У этой тачки 170 Как вы видите Это довольно таки Очень быстро Я считаю Напишите в комментах Как вам вообще такая скорость Ну что ж Настал черёд Форд Сьерра Я уверен Что он составит Хорошую ему конкуренцию Поехали Сразу Он кстати Мне кажется Намного быстрее разгоняется Мы только начали Уже сотка есть 120 Форд Сьерра Реально Как будто Намного быстрее Разгоняется Мне кажется Ну даже знаете Да И всё Так быстро Всё 158 У него максималка 158 Это на 12 километров Меньше Но хочу вам сразу сказать Вы видели Как быстро Он вообще разогнался И смотрите Как он входит в повороты Вот сейчас я конечно же Переборщил Но В принципе Я вот сюда ехал Всё было идеально Эта тачка просто Коржи для дрифта Я хотел сейчас Наслить серию Но потом увидел Что снял её уже Булкин И такой думаю Ну камон Я же не хочу То же самое снимать Что у кого-то Всё И третий У нас едет БМВ Который Го стоимость 530 тысяч Но надо учитывать Что моя БМВ На тюнинге Тут только диски Если я не ошибаюсь Тоже стоит 300 тысяч Это ещё не считая Спойлера И тому подобное И покраски Так что давайте Посмотрим пацаны Как будет ехать машина Которая стоит В два раза дороже Чем наша Волга Поехали Разгоняется Она тоже Не очень быстро Я бы сказал Как Волга даже Но всё равно Когда уже Дело доходит До сотки Она едет быстрее Какой-то чувак Здесь бегает Непонятно Так Так 140 километров в час 150 Заметьте Что она намного Быстрее Разгоняется До максималки Всё Её максималка 166 Это на 4 километра Меньше Чем у Волги Но надо учитывать Что она набрала Эту скорость Намного быстрее И из этого Мы можем выяснить Я даже не забирая Секунды Могу сказать Что Волга Разгоняется Дольше всех Но надо учитывать В первую очередь Её стоимость И во вторую очередь Её габариты И её вес Потому что Эта машина Не быстрая Не скоростная Как эта Айфорд Сьера Она всё же Представительская И что вам могу сказать Чуваки В заключении Об этих тачках Какой вывод Я вообще для себя сделал Волга На самом деле Классная тачка И всё Что они говорят Она заслуживает Этого Но я считаю Что всё же Она не для каждого человека Потому что Очень много Молодых пацанов Любят тачки Побыстрее Пошустрее И чтобы Так А как мне сейчас Выехать вообще На рублёвку Мне кажется Надо будет так делать Да Что Многие либо Тут такие Знаете Цветные Яркие Тачки Особенно те Которые Помладше Пацаны Которым Ну намного меньше лет Чем мне Я считаю Что им надо брать Форт Сьеру И красить Всякие зелёные Фиолетовые цвета Вот как у меня А чуваки Которые хотят Уже себя почувствовать Как-то солидно Или Помбодитский Но у которых мало денег Которые только начали играть То я им однозначно Посоветую Волгу А также Людям Которые любят ездить И вообще Играть от первого лица Посоветую только Волгу Потому что На бэхе Это ездить То только от третьего лица Вот Потому что Ну внутри Все скучно А вот Если ехать сейчас С тюнингом Это реально интересно Ну что Друзья Я думаю Что вы уже Определили для себя Какая машина Из этих всех Вам больше всего нравится Напишите Прямо сейчас В комментах Как вам вообще Волга И какую вы выбрали бы Тачку Форт Сьера Или Волга Мне если честно Реально интересно Потому что Ну Я сам не знаю Что я выбрал бы С одной стороны Мне нравится Волга Внешне И все Но у нее Маленький разгон Но у нее Медленный разгон И если честно Это реально Ну по мне Ну такое себе Но вообще Для низкого класса Давайте не будем забывать Это все равно Очень хороший показатель Думаю на этом И закончим Друзья Всем спасибо за просмотр С вами был Стэн Лютер Подписывайтесь на канал И ставьте лайк Если вы подписаны То ставьте колокольчик Чтобы первым Видеть новую серию И пишите в комментариях Что вы хотите Видеть вообще на канале И что вы думаете По поводу всех этих машин Всем спасибо Пока